38 глава книги пророка Иеремии И услышали Сафатия, сын Матфана, и Гадолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря, Так говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Так говорит Господь, непременно предан будет город этот в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его. Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек не благоденствия желает народу сему, а бедствия. И сказал царь Сидекия, вот он в ваших руках, потому что царь не может делать вопреки вам ничего. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках, в яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. И услышал Авдемилех Ефиоплянин, один из евнухов, находящихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму, а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдемилех из дома царского и сказал царю, — Государь, мой царь, худо сделали эти люди так поступившись Иеремию пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет больше хлеба в городе. Царь дал приказание Авдемилеху Ефиоплянину, сказав, — Возьми с собой отсюда тридцать человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер. Авдемилех взял людей с собою и вошел в дом царский под колдовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев, и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдемилех Ефиоплянин Иеремии, — Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскуйте под мышки рук твоих под веревки. И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках, и вытащили его из ямы, и оставался Иеремия во дворе стражи. Тогда царь Сидекия послал и призвал Иеремию пророка к себе при третьем входе в дом Господень, и сказал царь Иеремии, — Я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего. И сказал Иеремия Сидекии, — Если я открою тебе, не предаш ли ты меня смерти? Если дам тебе совет, ты не послушаешь меня. И клялся Сидекии Иеремии тайно говоря, — Жив Господь, Который сотворил нам душу эту, не предам тебе смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей. Тогда Иеремия сказал Сидекии, — Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, — Если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет твоя душа, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь рук их. И сказал царь Сидекии Иеремии, — Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною. И сказал Иеремия, — Не предадут, послушай голоса Господа в том, что я тебе говорю, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь рук их, но будешь взят рукой царя Вавилонского и сделаешь то, что город этот будет сожжен огнем. И сказал Сидекии Иеремии, — Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. И если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе, скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им, я повергнул пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Ионафана, чтобы не умереть там. И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать, и они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим, и Иерусалим был взят. Иерусалим